Велкам, велкам, велкам. Скоро у нас начнется игра команды Team Liquid против... Я забыл кого, сейчас секунду посмотрю. Против команды OPT. Суть-то у нас какая? Че я так рано запустил? Здесь CoreGG прославляет, показывали нам только что моменты, как он играл вместе с своей командой Джин Джи в Корее, как он постоянно тусил рядом с Эдэ Керри, как он, возможно, стиль игры дабллифта поменял, так как он постоянно с ним стоял и никуда не отходил. А у нас здесь что-то непонятное показывают. А-а-а! Да я про это и забыл. А я-то про это, ребята, и забыл. Но это правда! Джин Джи, ребят, Мидлейнер Краун, который играет сейчас в Америке, играл раньше в команде Джин Джи, а теперь он играет в команде как раз-таки OPTGAMING. А Дженсон, который раньше играл в команде Cloud9, уничтожил его два раза на чемпионате мира. И это действительно, действительно интересно. Вот он, золотой мальчик Джин Джи. Третье подряд поражение было. Он говорит, у меня есть неоплаченный док перед Джензеном. Я просто это, покупал у него там Сиги. Он за меня заплатил, тогда надо будет сегодня оплатить. Все меньше и меньше драгоценностей на Крауне. Наверняка он общаться начал с этими американскими цыганками. Они ему будущее предсказали. Сказали, иди в OPTIC! В OPTIC иди! OPTIC сейчас это самое важное. Это зрение, это игра, это будущее планеты. Ну и он пошел в OPTIC и все. Ну что ж, Дженсон, и вправду, будет сейчас противостояние, которое с чемпионата мира мы с вами не видели. Но на этом чемпионате мира Дженсон наголову был сильнее Крауна на миде. Ну, скажем прямо, не только Крауна на миде. Вся команда Cloud9 была наголову сильнее команды Джин Джи на чемпионате мира. Да и не только они, Джин Джи на этом чемпионате мира победили все, кому не лень. И команда Royal Never Give Up, и команда Vitality смогли... Вы думаете, откуда мне, Сергей Дженсон, подогнал, да. Но Дженсон теперь у нас игрок команды Team Liquid, а не Cloud9. Так как и, в общем-то, Крауна больше не игрок. Самое интересное, что Корджи Джей тоже в команде Джин Джи был. И по факту Корджи Джей сейчас будет играть со своим экс-мидлейнером. И старый... Точнее, не старый, а второй состав, да. Ну, их можно и старыми называть, потому что Arrow, Big и Меттиус уже давным-давно играют в Лигу Легенд Чемпионате Америки. Докла более к новичкам относится. Два года у него только регулярок Чемпионате Америки. Вторым составом Оптики собираются играть теперь оставшиеся все матчи. И, судя по всему, вчера, напомню вам, они проиграли команде Golden Guardian Statement, которые на голову слабее, как мне кажется, должны были быть команды Оптик Гейминг. Но Оптики им проиграли вот этим вторым составом. И я по-прежнему не понимаю, зачем. Кто не помнит, кое-что вам расскажу. Команда Оптик Гейминг вчера решила, что пора поменять и выпустить академический состав в основу. Да, этот академический состав — это старички-разбойники, Arrow, которого мы помним, шикарный Варус, Аша и Джин, Бик, который довольно неплохой саппорт и классный шатколер. Метеус, который когда-то в свое время был звездой американского чемпионата и лесник команды Cloud9. Ну, а в дальнейшем потом он по всем командам пробежался, где только можно, везде пытается закрепиться, чтобы попадать в чемпионаты. Ну и Докла — это просто туплейнер. Не могу сказать, что он хороший. Я ничего про него хорошего не могу сказать, если честно. Докла топпер, наверное, слабоват все же, как мне кажется. И шатколами тоже он не славится. К чему я это веду? К тому, что академический состав команды Оптик Гейминг последнее место имеет в чемпионате Академии Америки. Они на последнем месте. И за эти заслуги, иначе я просто понять не могу, как это работает, за то, что они остались на последнем месте, команда Оптик Гейминг, главный их тренер, говорит, давайте мы вас будем в основу теперь закидывать. Может быть, другая немножко есть причина. Они решили ли, кто не знает правила Райт Геймсов, разрешают использовать академических игроков в основе и основных игроков в Академии. Может быть, они не имеют права, эти игроки, участвовать на про-стене. Вот, например, сейчас они играют на про-стене, вот видите, в Оптик Гейминг, но они не смогут на этой же неделе играть, соответственно, и там, то есть там небольшие правила запрета есть. То есть игроки, нельзя играть пятью игроками два сразу чемпионата. Ну, понимаете, да, к чему это идет. Так вот, возможно, Оптик Гейминги решили поднять уровень свой в Академии. То есть они отправили туда более сильный состав, чтобы в Академии занять высшую позицию. Мол, забили они уже на этот чемпионат. К черту этот чемпионат, как-нибудь в плей-офф попадем. А может, не попадем и ничего страшного. А вот в Академии нам очень хочется занять первое место. Да, и там капслоком уже даже в чате пишут мне, там Кассиопею взяли. Да, я вижу, ребят, взяли Кассиопею. Чего вы переживаете? Кто-то не уважает просто Дженсона или Краун сказал, дайте ему Кассиопею, дайте ему все, дайте ему деньги, женщин, коней, золото, бриллианты, все отдайте Дженсону. Я это у него отберу сам. Ну, посмотрим, как ты будешь отбирать это у Дженсона. Дженсон никому не проигрывает на медиаигра, а на Кассиопея. Кассиопея и в этом партии очень похоже на то, что уже игра закончена, еще не начавшись. Коней, да, да, да. Это я под Артаньянский, типа. Канали. Браун на медиа будет, видите, от Крауна. Ну, хороший выбор. Браун ставит щит, Кассиопея кидается своими ядовитыми заклинаниями, а Браун ее так птыщ, 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 и пассивка прокает. Потом он такой, дает подкидывание, и Кассиопея... И умерла. Ну, или все же это будет Браун на роли саппорта. Да не, глупости. Ну, если честно, конечно же, это будет на роли саппорта. Краун, скорее всего, бы сыграл Зои, если бы ее не забанили. Зоя выключена, Велкас тоже выключен. И Крауну, наверное, надо дальнобойного Покера брать, либо просто фармящего мидлейнера, фармящего всякие Арианы. А дальнобойный Покер остался, в общем-то, только Зикс и Ксират. Больше ничего нет. Добирают они Грагас, что немножко меня смущает, потому что Грагас против Кассиопея такая себе затея. Он Ешку свою будет лишаться в тимфайтах. Ну и команда теперь Тимликет выбирает. У них два последних чемпиона. У них все еще не показали своего лесника. Видите, теперь они Грагаса на той стороне. Иксмити, скорее всего, сыграет Сиджуани, так как она открыта. И добирают для дабллифта Сивир с Алистаром. Сивир против Браума мне не нравится. Идея, конечно же. Но учитывая, что там Вейн была забанена, Кайса была забанена, Лютсан был забанен. Ничего умней Тимликеты придумать не смогли, так как они не знают, кто будет еще на миде играть у оппонентов. Кейтлин брать страшновато, Тристану брать глуповато. И лесника против Грагаса. Иксмити Казикса берет. Иксмити собирается керить. Это третий его в списке чемпион, говорят английские комментаторы. Третий не в смысле того, что это третий его по силе чемпион, а просто третий его чемпион, которого они берут. До этого он его не брал вообще. У него был только Сиджуани и Грагас. Они даже это отметили. А вообще на чемпионате Америки было у нас уже Казикс. И он игрался четыре раза. Один раз проиграл три победы. И Синдра появляется от Крауна. Ожидаемое здесь было, что он Виктора возьмет какого-нибудь. Это его любимый чемпион. Классно Виктор работает с Сионом вместе с Браумом. Но, видимо, они решили сохранить паукс-этап, который в лейтгейме будет очень слаб. И их просто уничтожит в лейтгейме команду оптиков. Но зато мидгейм будет довольно сильный. Но я лично считаю, что зря оптики поступили так, потому что слишком мало они себе дали вот этих вот окон действий. То есть у них получается... Да, кто не понимает, почему камера трясется, это благодаря Крауну. Кто не в курсе, Краун всегда, когда сидит за компьютером, ставит ногу на стол и трясет ее. Но это было видно. Даже, возможно, сейчас, если камера проедет, вы увидите. У него нога стоит типа на стуле, и он притянул прям вот колено будет видно. Сидит, короче, как этот, как его звали. Не Кира, а второй. Не, Ягами Лайт, это и есть Кира. Все, он ногу убрал. Вот только что убрал ногу. Так что теперь больше стол не трясется. А только что у него были ноги там, вот на столе практически он их держал. Как звали-то второго? Эл, 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 да. Эл точно так же сидел. Да, спасибо за подсказку, что вылетело из головы имя Элла. Ну, потому что у него имя, имени-то так мы и не узнали. Просто знаем, что он был Элл, одна буква. Ну, и вот он обычно трясет камеру. Это было и в Корее постоянно, и многие задавались вопросом, почему такая тряска идет. Может, там землетрясение в Корее началось? Нет, это Краун, ребят. Нервничает во время банов пиков. Во время матча он, конечно, уже сидит как нормальный человек. Хотя, кто его знает, как он там сидит потом. Эл, Лавлет. Ну, это, типа, а-ля вымышленная фамилия его. Настоящая... Там даже в манге, насколько я помню, не было настоящего имени и фамилии. То есть, то, которое в приюте он получил, да, но настоящего-то никто не знает. Ну что ж, это не 35 минусов, хотя близко. Давайте сейчас оценим. Так, на топе у нас равенство. В лесу доминация, на миде доминация, на боте доминация. Алистар, в общем-то, тоже не проигрывает Брауму. Слушайте, а это 35 минут сетап. Да, да. Я из-за Сиона не хотел сначала давать 35 минут сетап, а сейчас так задумался, а как бы, а что Сион? А что Сион в одиночку будет делать? Почти 35 минут сетап. В итоге получается у нас... Команда Optic Gaming, давайте я расскажу. У них 55% преимущества лейнинг-фазы, порядка 65% преимущества в мидгейме, потому что у команды Team Liquid в мидгейме только два чемпиона играться будут. Это Алистар и Казикс, там Ургот даже тоже будет задаваться вопросом, а как мне здесь играть-то, я с Сионом здесь застрял. На топе вечно сидеть с Сионом. И вот что интересно, в лейтгейме 75% преимущества команды Team Liquid. Больше им дать не могу из-за Сиона. Сиона тяжело убивать, сами понимаете. Плюс Браум хорошую стеночку может ставить, щит имеется в виду против как раз Сиверкиного урона. Но по факту это очень плохо у команды УРТ, все в лейте. Им нужно выигрывать здесь и сейчас. Им по сути 35 минут всего лишь на эту игру дано. После этого их команда Team Liquid начнет унижать. В последнем томе манги, авторы привели официальные данные персонажа, рост, вес. А может быть Эл Лолайт, вот так вот у него там кофе-йок говорит. Ну тогда спасибо, буду знать. УРТ это первый канал, ну да. Спонсор у нас, конечно же, подождите, у нас там Arrow. Честно, я второй лавел быстрее возьму, то им два крипа надо только заласхитить. И у Team Liquid не видно, чтобы они к двум этим крипам подходили. Одного крипа осталось заласхитить ОПТ, чтобы получить второй уровень. Они его сейчас должны будут получать... А почему не получили? Подождите. Что-то они... А, я не... Я что-то думал, что они заласхитили их уже, а он его не заласхитил. Он автоатаку дал, но это просто крипа привел. Да-да-да. Второй они взяли, а вот Team Liquid еще до второго далековато. Тем временем, на боте, конечно, будет доминация, мы про это говорили. Да и на миде должна быть доминация, но мы знаем, что КСП и Дженсона не проигрывают ленингфазу. Поглядим. Дабл проигрывает, но у них чемпионы, которые должны были проиграть эту линию. Когда ты говоришь 35 минут сетап, это значит, что до 35 минуты или после 35 минуты давить будет. 35 минут сетап означает, что у вас всего 35 минут в игре. То есть у РТ 35 минут сетап. То есть они 35 минут, им нужно давить и побеждать. Если они не победят за 35 минут эту игру, то, скорее всего, они не победят ее вообще. Ну, хотя мы вчера видели, как Team Liquid, о, не Team Liquid, соточка, соточка, имела тоже против противников как раз-таки, там, клочи были 35 минут сетап. Соточка дошла до 40 минуты и еще чуть было не проигрывала. Что после даже матча Хухи, говорит, я уже начал кричать на свою команду, говорю, отойдите, я сам сделаю инициацию, раз вы не способны. Там просто настолько было легко сделать инициацию любым из чемпионов, чтобы зелено этого карать. Кстати, FlyQuest, получается, на этой неделе 0-2 сыграли. Что-то какой-то неудачный, неудачный уикенд выдался для мух. Вышел тут Грагас, прогнал немножко Дженсона, но он просто ему не давал среколиться так, как надо, потому что Краун сам пошел на рекол с потерей немножко фарма. Дженсона его подпушил, и Дженсона у нас играет, видите, с как раз-таки Фейз Рашем, а не Аркан Кометой. Он хочет больше мобильности в тимфайте иметь как раз из-за Сиона, потому что он понимает, что по Сиона будет много урона наносить, и нужно будет как раз уворачиваться от заклинаний. А так-то, конечно, с Аркан Кометой чаще всего сейчас играется Кассиопея. Чтобы вы понимали, не качается Твин Шэдоу. Это там не Твин Шэдоу, а Твин Шарда. Твин Шард, Твин Шэг, блин, забыл, как это-то. Короче, ее Ешка не качается. 1.11 на тем ликвидов. Ой, какой коэффициент ужасный на тем ликвидов. Ну, с другой стороны, оптики могут продавить, правда, хватит ли им сил продавить. Пока на боте, видите, равенство на миде небольшой подпуш, но это не страшно. Что касается на топе, там должно быть равенство на этой линии. Мы часто видели, там плюс 10, либо Сион уходит, либо плюс 10 уходит Ургот. Но очень редко видим убийства на этих линиях. И вот только сегодня команда Cloud9 организовала убийство. Классно, Эрау, уворачивается. К покору ЖЖ, можно хороший урон принести. Он прячется за дабллифт и говорит, не подайте меня убить. Ну, дабллифт его прикрыл, и Эрау решил дальше не гоняться. Но это все на пользу идет команде тем ликвидов. Они просто затягивают этот матч, никуда не торопятся. Дженсен пропустил урона, кстати, очень много, но у Крауна не хватит. А не, и хватит. Хотел сказать, не хватит маны для следующего прокаста, но у него фляжка двойная. И плюс печеньки есть, то есть он может резко очень много маны себе восстановить. Правда, Дженсен тоже только что фляжку выпил и уже восстановил себе здоровье прилично. Метеус пока просто бегает на Грагос, никуда лезет. Краун очень агрессивно идет, уворачивается от заклинания. Сам попадает своим шариком прямо в Кассиопею. Красивый Краун сейчас сыграл. По фарму он пока переигрывает Кассиопею. Метеус попадает под беду. Иксмитти его цепляет, пытается за ним погнаться. Прилетает сюда импакт. Вообще непонятно с чего и зачем. Как-то перемудрили, мне кажется, команда Клауднай. Но раз уж сюда прилетели, как говорится, пойдут на дракона. Другого варианта это теперь нет. Нет, это интересный ход. Дело в том, что Доклауд только что прилетел на телепорте на топ-лейн. Прямо с топ-лейна делает прилет сюда на бот. И ОПТ такие, а что за фигня? Мы дракона лишились только что. Казалось бы, у нас преимущество на линиях. И оно видно, то есть вы даже по цифрам можете видеть. Они даже по золоту лидируют, 600 золота. Но команда Team Liquid принимает макро-решение, которое не дает им забрать первого Инфернала. Потому что они прекрасно понимают Team Liquid, если Инфернала будет уходить ОПТ, оптики будут сильнее и сильнее становиться к лейту. И даже, возможно, их сетап не поможет. Сами знаете эти сноуболы. Там два Маутена, два Инфернала и все, и вы приплыли. Хоть у вас там супер лейтгейм, но вы просто до него не доживаете. Просто красивый ход с потерей золота. Экономический тоже. Но зато за эти 600 золота, которые там потерял немножко топпер, потерял немножко мейдер, потерял немножко бот, они зарабатывают себе дракона, который делает их еще сильнее в лейте, но при всем при этом не дает развиваться ОПТ. Да, где один, там и второй. Второй дракон действительно апнулся. Еще один Инфернал. За него, я думаю, ОПТ в этот раз нормально сыграет и не будет так терять свой телепорт. Вроде дефалтный момент, то есть просто нажимаешь телепортацию на линию. Так, у Дженсона небольшая проблема. Прописывает Ольто. Хороший проказ делает по Крауну. Мана ему не хватает. Краун очень много здоровья потерял. Не смог зажать Дженсона. А Дженсон понимает. 50 долларов на кону, ребят. 50 долларов. И Дженсон в некотором роде просит сейчас о помощи. На него выходит Меттиус. Дает замедление по Дженсону. Дает бочку. Дженсона вкидывает. Ванн сфлашивается. Нажимает хилл. Стамп по нему прописывает. И тут Катикс проиграет по Крауну. Краун тоже прописывает хилл, который у него тоже был взят. Все живы. Но теперь Биг подходит. Миг Смитти. Ставит в арт. Видит Бига. Идет ульта Эза. Срезает она у Дженсона. Тонну здоровья. Прыжочек Бига. Миг Смитти. Настоящий спасатель. Прикрывает от большого кухона Бига. Раньше у него красивый никнейм был, ребят. Отказалась команда. Теперь это ОРТ Биг. А раньше у него была команда Дигнитес. И можно было говорить Диг Биг. Но, к сожалению, нет больше Диг Бига у Бига. Теперь всего лишь ОРТ Диг. Ой. ОРТ Биг, прошу прощения. Заговорился. Английские буквы такие одинаковые. Выжил Дженсона, ребят. Не умер на этой линии. Проигрывает немножко он по фарму. Ну, на этой линии, гипотетически, он и должен проигрывать по фарму. Убить его все еще никто не смог. ОРТ Биг, это же как Литтл Биг. Ну, кстати, да. Если так задуматься. Как группа. Сейчас стикеры к Мэджору в CSGO вышли. Ничего себе. Пора идти брать, ребят. За разорвем все еще по золоту. Кстати, неприятная какая-то ситуация сейчас была. Эру зажали под вышкой. Добаллифт просто забрал пластину. И очень много золота вернул назад своей команде. Потому что там и Эру не мог прокать свою кушку. Потому что ему надо было ласхитить крипов. Так еще и видишь, как Добаллифт четко его запушивает. Так еще и пластину снял. Причем, видели, Корджи Джей специально отошел. Прикрывал его от потенциального ганга. Он здесь вот стоял и караулил эту территорию. Потому что понимает, что Грагас вместе с Браумом мог зайти. А Браум на самом деле вместе с Грагасом обитает тут. До дракона следующего полторы минуты увидели Корджи Джей и команда, где находится Добаллифт. Зарабатывает себе ману. Эру его только кормит. Северка в этом смысле очень хорошая. И пик против Эза, возможно, из-за этого как раз Северку-то и взяли. Невзирая на то, что там есть Браум, как бы Север в лейтгейме сильнее Эза. Это всем понятно. И Север может против Эза ману восстанавливать. Но Уэртон понимает, надо что-то делать. Ну, нельзя так затягивать эту игру. Надо как-то продавить сейчас бот. А бот берет и реколит. Просто взяли и среколились за минуту до Инфернала. А они думали забрать Геральтку в этот момент, но там Казикс с Кассепеем помешали. Пришлось отойти. Мне кажется, просто индивидуально механика у команды О5 слабее. То есть и макро игра, и механика, и все остальное. Но это второй состав. Зачем выпустили, не знаю. И не узнаю, видимо, никогда. Тем временем импакт здесь. Избивает Доклана. Импакт. Щеточек на W своей прокнул. Немножко заблокировал часть урона. Что-то пробегал Браум и ничего не сделал. Да, вот я тоже не понял. Он там бегал, 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 бегал. Ничего не добился. А в итоге пластину потеряли снизу. И вернулась Северка по фарму. Она же там 10 фарма проигрывала. Сейчас там всего лишь 5 фарма поражения. А вот Эксмите терять здоровье, конечно, не стоило. Прямо перед Драконом. Темлики гипотетически не могут воевать за этого Дракона. И, наверное, с точки зрения даже какой-нибудь аналитики, им нужно просто отдать этого Дракона. Но за это попытаться что-то забрать. Там может быть убийство на топе. Может быть Геральтку попытаться сделать. Там, смотрите, все. Все силы активируют команду ОРТ. Всех вызывает. Сто плейнера танка своего зовут. То плейнер начал уже смещаться. У него ТП-то нет. Импакт говорит ему, ты никуда не пойдешь. Мы остаемся здесь, друг. Мы должны с тобой обнимашками заниматься. Корджи-Джей делает тол, он теряет ульту свою. Северка дает свой прокаст и ее откидывает. Она разворачивается по Эрву. Много урона по Эрву пробивает. Но Корджи-Джей, скорее всего, погибает. Фёрст Блат в этой партии уходит за командой. Оптик Гейминг. И Алистар от Корджи-Джея немножко не то сделал. Правда, крипы заденялись там у Эза. Дракона стартует. И Казикс говорит, ладно, к черту все это дело. Отдаем этого Дракона. Он надо было сразу отдавать. Давайте прямо скажем. Ошибка была вообще пытаться как-то тут за него повоевать. У вас нет приоритета ни на одной из линий. Ну, наверное, кроме Казикса. Он единственный, кто может хоть как-то еще воевать. Просто отдавать надо было Дракона. Ну, Казикса убили, там нам не показали. Но только что ротация от Крауна зарабатывает убийство на нем. И Импакт, скорее всего, умрет на топ-лайне. Если Докла не ошибется, а он ошибся. Ну, правда, отфлэшился Импакт. Можно сказать, что это он флэш просто снял с него. Дракона надо было брать... Ой, Дракона этого... Геральтку надо было ее в ответ брать. Либо зайти в чужой лес красный. Там обворовать все. Просто, ну, золото заработать в ответ. Тем более, что равенство по Драконам, это не проблема для вашего коллектива. Проблема это, когда 3-4 Дракона у противников к 35-й минуте. Ну, здесь фэйсчек еще был от Корджи-Джея. Ужасная комбинация. Да, конечно, так себе. Икс Митти долго думал, что ему делать. Ворваться или проигнорировать это сражение. В итоге он и не ворвался, и не проигнорировал. И ХП потерял, и потом Краун просто пошел к нему. И в соло сделал на нем килл. Хороший стан из темноты. И пропадает Икс Митти. Ну, а Дабллифт, как говорится, свою работу выполняет на 100%. Еще 160 золота заработал. Один на один с Эзом, когда остается, его запушивает с двух заклинаний. Эз такой, что за честный чемпион? А я-то как могу это запушить? Никак, друг, никак. Ты получил ассист, как бы довольствуйся этим. Полторы тысячи. Это все пока что смогли сделать. Ну, это хорошая, кстати, цифра. Мы видели с вами и похуже цифры. Команду, у которых есть преимущество в начале игры, что они даже меньше зарабатывали, или вообще даже проигрывали. Здесь хотя бы полторы тысячи сделала команда Оптик. В мидгейме они должны будут взорваться еще больше, но им уже не повезло, мы видим. Следующий дракон будет Оушен, который вообще им ничего не дает. Хорошее подкидывание идет по импакту. Импакт дает свой Игнайт. Ну, просто чтобы телепорт откатить у него. Там саму Нью-Спеллка на Эскейп, видите, он заменил ее. Казикс пока, так сказать, продолжает только фармиться. Ну, вот если бы он еще не забайтил, можно сказать, Алистара на ненужное сражение, вообще было бы идеально. У него сейчас было бы в районе 120 фарма, потому что он бы прошел весь Красный Лес Метеуса. Ну, или было бы столько же фарма, но зато Киральтка была бы в кармане команды Тем Ликвид. Тут и то, и то можно было попытаться сделать. Краун бы не пошел в свой Красный Лес гоняться за Казиксом, когда он его не видит, его со спины может поджать змея. Ворочек идет от Бига, ставит стенку и дает ульту по Экс Мете. Тут убегает, ну, люлюшенький. А в этот момент на миде какое-то идет сражение. Курджи Джей дает подкидывание по Метеусу. Метеус дает свою ульту, пытается убить Дженсен. Дженсен уходит на лалах в живых, и Метеус выживет. И Дженсен выживет или нет? Северка его догоняет, разрезает. Северке надо идти дальше с темпайт. Она боится Крауна, потому что тот... Хорошее подкидывание от Курджи Джей. Что же он творит? Ставит Биг здесь хороший щит свой, большой щит, прикрывая все. И Дабллифт разводит руками, потому что не хватит ему урона по Бигу. Биг останется в живых. Команда Team Liquid 1-3. Разменялись они игрока на игрока. По сути, потеряли своего Адекерри за Лесняка. Но интересное такое сражение. Какой же короткий у Бига ульт был. Да, чуть-чуть, конечно, не хватило длины ульты Бигу. И он ушел. Ну, а сейчас нам показывают. Повтор. Меттиус хотел поймать Дженсен. Дженсен от Флэшел. Кинул Мязму. И, видите, дальше не может Крауна подойти. Бабаивается. Но за счет ульты Меттиуса и Жонни тот очень сильно помучал. Импакт еще, видите, ультой не попал. Меттиус его прочитал как молодого. Здесь, мне кажется, Дабллифт плохо сыграл. Надо было в наглую идти сражаться с Крауном, а не убегать от него в сторону. В итоге все равно Дабллифт умрет. Но, видите, он урона не донес как раз вот этого самого. Чуть-чуть урона по Бигу, чуть-чуть урона по Крауну. Это два возможных убийства было на Северке, которые он упустил. Но, с другой стороны, это все надо было в доли секунды решить. Это мы сейчас, как говорится, со своей колокольни увидели. Но вышка-то, кстати, на ботлайне упадет первая. А зачем они свап сделали? Ой, по-моему, это ошибка оптика. Да, они хотели забрать Геральтку. Это понятно, но они отдадут ФБ вышку на ботлайне, и при этом еще, возможно, Доклу убьют. Да, он не может ее заблокировать, но убить его, наверное, все же не убьют. Он смог отойти. Геральтка забирается оптиками. Просто, мне кажется, они могли точно так же задефить эту вышку и точно так же забрать Геральтку. То есть, ничего бы не поменялось. Как бы Дракон-то все равно через 20 секунд. Им все равно сейчас вниз спускаться, понимаете? А так они сейчас не создали обзор на Драконе. Значит, Дракона им придется забирать через Геральтку, и им придется ее вызывать на миде, чтобы сагитировать, так сказать, Тимликидов на эту защиту. Тимликидов их просто сейчас к Дракону не пустят, они займут эту позицию. Это макро-ошибка, то есть. Им придется там через пинки как-то пробиваться, через Паук. Это уже другая история совершенно. Вот он, Паук Эза. Да, обалдит, ну что это? Такие заклинания нельзя было ловить. Еще один пинг ставит. Геральтка вызывается. Вот он, видите, тот момент, про который я говорил. Только за счет Геральтки получится Тимликидов выжать с реки. И то, кстати, не факт. Геральтка там влетит, но вышку-то она не сломает. Дженсен уже подходит к Джейджей. С другой стороны думает сделать врыв. Вышка постепенно падает на миде. Но вот она. Степень падения так и осталась, так и все равно живой. Казикс все еще остался, но все же выжили, выжили, видите. И смогли зайти на реку. Но это потеря на Геральтка. То есть какой смысл тогда в этом всем был? Еще раз напомню. Они могли так и так остаться на боте, защитить свою вышку на ботлейне. Точно так же Сиом бы остался на топе, продолжил бы пушить импакта, и они бы забрали дракона. А потом пошли бы на Геральтку. То есть как-то, ну, запутались немножко. И то, кстати, Икс Митти здесь еще бегает. Смайт войну проигрывает. Ну, там, на самом деле, засматить крайне тяжело было. Очень четко оптики перестали наносить урон по дракону. А Добурс тем временем сорвался быстро на топ-лейн, чтобы запушить огромный пак крипов и обвышку его задонять. Даже можно, наверное, остаться, учитывая, что все пять игроков оптиков здесь. Дженсона пытается ворваться. Он пытается катить за счет фейз-раша. Скорость получает очень высокую. Коржиже отпрыгивает, нажимает шешку. Браун дает подкидывание. В этот раз ему хватило расстояние. Но ульта Дженсона стопит сразу нескольких игроков. Коржиже, конечно, умрет. Но в этот момент Добурс сломает вышку на топе. В этот же момент на ботлейне уже ломается вышка. Импакт до нее добрался. Вот он. Начинает ее бить. Придется реколиться. То есть сломали вышку на миде и ничего на этом не добились. Четко тем ликвиды по макроигре разводят оппонентов. Не дают тем использовать своих чемпионов на максимум. Ну, то есть чемпионов-то они используют. А вот потоки крипов, они не получаются. Иксмейте парочку автоатак дал. Вроде бы ерунда парочку автоатак. Этих автоатак может хватить, чтобы в следующий раз сломать эту вышку на миде. Импакт задонавил там крипов. И теперь у него там плюс тридцатка. И Крауна они видят. Эта смерть с Крауна может быть сейчас. Иксос по нему кидается. Импакт пытается его побить. Прыгает эксмейте. Дает замедление. Перекидывали, какой классный импакт создал. И Краун умирает от эксметика. Вот она. Нехватка обзора. Пошел вышку на миде защищать. Его окружили с двух сторон и убили. А почему эта нехватка обзора обзорвалась? Потому что они делали тавердайв на миде. И все это идет с того самого момента, где они сделали свап. Прямо оттуда все идет. Вот настолько, как бы говорится, одна маленькая ошибка. Вот эти 35 минус этап, они в этом и плохие. Если вы не играете индивидуально намного лучше оппонентов, где вы можете себе позволять ошибки. Если вы, наоборот, играете слабее оппонентов, как раз таки. То две-три ошибки за игру, все. Они дошли до лейта, и вы такие, чего? Как играть-то теперь? Что делать? Почему они такие сильные? А то ли я команду выбрал, спрашивает Краун. Да. Но вообще очень странно, что именно оптика купили его. То есть, мне всегда казалось, что как раз корейские игроки, которые, ну, хоть и за деньгами, там можно, грубо так сказать, ради денег едут в Америку играть, но все равно выбирают более-менее именитые коллективы. А оптики, ну, вообще как бы. Оптики, это, мне кажется, те же самые Дигнитос, ну, даже по составу вы можете видеть, здесь часть игроков Дигнитос есть, а тот же самый Эроу и Биг, они оба играли в команде Дигнитос в свое время. Ну, то есть, команда, которая только мемасиками славится такими, минусовыми. Мемасики, то, что Смайта нет, это Сэнт Вишес, мемасиками Айми Кютипая, потому что он играл в команде Дигнитос в свое время, и все. БДД бы оптиком, БДД? Зачем БДД? Капец, там у Метеуса локальное землетрясение. Видимо, Краун тогда начал нервничать и ногу положил уже на Метеуса и трясет все. Потому что это не умеет... Извините. А у Крауна все нормально, видите, его камера не трясется. Да, у Метеуса и правда там просто все трясется, как только может. Краун, видимо, ногу задрал, так положил ему на клавиатуру и такой... Метеус, Метеус, мол, почеши мне пятку. Ой, боже мой. На вебочке, да. Видите, какое спокойствие в лицах команды Team Liquid. Они четко понимают, надо контроль карты держать. 22-я минута, следовательно, они могут только на шору попытаться забрать. Но с одним инферналом они себе позволить не смогут. Вот и более того, они даже подставляются. Бига делается в рэф от Курджи Жей. Тут его хороший дистингейш делает. Дженсен продолжает погоню. И тут Сион уже становится стеной. Через него не пройти. Хороший Паук, и к смите она тоже отойти. Хотели как-то, знаете, так Team Liquid сейчас продавить. Оптиков снять у них за Мунирспелл и снять с них ульты, чтобы сейчас за дракона за этого постражаться. Просто чтобы количество драконов было равно Е. Но тут хороший в рэф. Редемшн идет. Откидывание идет от Курджи Жей. Дженсен все еще жив. У него все еще есть ульта. И он может вполне нормально так сейчас этот тимфайт перевернуть. И Докла. Как же Докла разваливается? Он догорит, ребят. Ему уже там не выжить. Его пытаются спасти. Казик спрейгает. Дженсен тоже флэшится. Куча ульты. Взрыв. Минус фир. Минус два. Минус три игрока команды ОРТ. И Митиус с Эрвум разводит руками. Ребят, мол, у нас нет десенгейджов. Мы все потратили на тот врыв, который давал Курджи Жей до этого. Импакт. И появится за Эрвум. Митиус его прыгает. Подкидывает. Импакт все еще танкует. Это как в мою сулаку. Один Адекири флэшится, не понимая, зачем он флэшится. А второй Адекири настолько испугался непонимания первого Адекири. И поверил в этот блеф и тоже выфлэшился. Потому что дабллифт вообще ничем ему не угрожал. Я не знаю, чего Эрвуму отфлэшился. Надо было ему просто посмеяться и обойти отсюда. Чего тут флэшится Северка? Кого она пытается сделать? Но походу, ребята, это выигранная уже игра за командой Тем Ликит. Просто вы видели, какой красивый. Они первые сделали Ол-Ин, сняли как раз-таки Браума ульту, Эзо ульту и здоровья достаточно много. После этого они повторили этот же врыв. Но в этот раз инициацией был уже не Алистар, а как раз-таки Ургот и шикарный врыв от Дженсона. Который говорит, зачем они отдают меня Кассиопею? Чего за дурачки? И второй дракон уходит за командой Тем Ликит. Теперь 2 на 2 по драконам. По урону, как видите, Кассиопея пока монстр... Ну, почему пока? Она и будет оставаться монстром. Просто имеется в виду, что такой неописуемый монстром. По логике в лейтгейме Северка добавит еще... Прибавит себе урона. Да, Кассиопея часто банится, говорят английские комментаторы. И не только против Дженсона, а против всех команд. Еще одна не... Скоро же Джей с другой стороны находит Краун. Отдает флэш подкидывания. Бросает его там Мязма. Краун ничего сделать не может. Это GGVPS поукает. Да, это, конечно, грустная история, когда ваш сетап не может уже сейчас сражаться. То есть вы индивидуально играете хуже. Это, наверное, еще и на лейнинг-фазе и в макроигре было заметно. Что просто ОРТ играет хуже, чем команда Team Liquid. В такие моменты, конечно, не стоит брать 35 минут сетап. Они не то, что не дожили... Team Liquid там типа дожили. Им даже доживать не пришлось. Они уже на 25-й минуте побеждают противника. Северка просто дает ускорение. Алистар со спины заходит. На Шора пытаются забрать Метеос. Есть чудо. Есть флэш. Есть смайт. Метеос будет, конечно, пытаться построить это чудо. Идет наверх, но не сможет. Там корова его отзонит. Заходит с этой стороны. Там Мязма. И даже Метеосу не дают прыгнуть. Ни флэшом, ни ешкой. Мязма Кассиопея. Слишком крутое заклинание. Икс Митти до конца идет. Дабл замедлил Эрву. А прыжок? Он, походу, в стенку прыгнул, ребят. Нам это не показали, но, походу, там Экс Митти в стенку прыгнул. Потому что после дабл, которую он замедлил... О, дабл лифт. Воровство. А-а-а. Не достал. У Северки ульта на всех или на одного? На всех. Все, кто стоит рядом с ней. Поэтому Алистар не получил ускорение. Он с фланга заходил. Но Алистар от Коржи Джей шикарно сыграл. Просто с фланга находит своего... Собрата по чемпионству мира 2017 года. Делает по нему просто флэш подкидывание и потом дабл. Причем именно в такой последовательности это было важно сделать. Потому что если бы он просто делал комбинацию дабл подкидывания, была вероятность, что Краун отфлэшится от нее сразу. Ну, там, правда, флэш, я вижу, был на КД. И самое главное, ты его не сможешь бросить к своей команде. Ты просто его оставишь в этой точке, где ты его подкинул. Останешься с ним один на один. А вот именно в этом моменте, как он сделал, флэш, подкидывание. Потом занимаешь хорошую позицию, кидаешь четенько, как Лисин, удар ноге. Туда, куда надо игрока. Вот смотришь на корову от Коржи Джей, видишь огромную разницу между Америкой и Кореей. Ну, да, просто вот мы видели корову от Афраму вчера, который там что-то фланговал, 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 фланговал. 45 минут фланговал или даже 50 минут фланговал. И с лейтгейм с этапом не мог ни одну инициацию провести. Вы помните, какой я был недовольный? Потому что, ну, там нельзя проигрывать эту игру было. Ну, никак нельзя было. Они реально могли еще проиграть, потому что корова все не может никак с фланга зайти. В итоге Хухи пришлось все на своих плечах тащить. Пришлось Хухи найти возможность за Лиссандру, найти с фланга заход и ворваться. Не жаль, собирает Дженсен. Ну, он просто уже издевается в некотором роде. Понятное дело, он уважает соперника, но... Как бы, он не видит вообще ни единого шанса, чтобы они ему хоть что-то сделали в этой партии. Один раз убили его там через тройной тауэрдайв и все. Но Метео стильтовую ульту просто дал сейчас. Крипов там. Банши сбил и Крипов побил немножко. Team Liquid опять показывает великолепную игру в Америке. Кто не помнит, перед чемпионатом мира команда Team Liquid победила американцев здесь не просто так. Они действительно на американском чемпионате лучшим были коллективом. И я помню, как говорил, что на чемпионате мира, это, наверное, первый раз, когда Team Liquid пройдут дальше всех среди американцев. Я прочил как раз им такую же игру, которую показывала команда Cloud9. А Cloud9, ну, именно на чемпионате имеется в виду. Типа четвертьфинал, там полуфинал. Вот это вот все я прочил команде Team Liquid. Им еще и с группой повезло, потому что группа довольно слабая была у них. Команда Cloud9 попала в группу смерти. При этом было видно на строй, там, на стримах команды Cloud9, что да ладно, что тут группа смерти весила. Зато мы опять на чемпионате мира с командой топ-10 чемпионата Америки превратились в команду, которая поехала на чемпионат мира с третьей позиции. Круто же, опять весело. А потом бах. И ты понимаешь, что Cloud9-ы-то приехали побеждать. Вообще-то. Cloud9-ы приехали побеждать. Они сначала прикалывались. Возможно, даже гамбиты на них так повлияли, потому что Cloud9-ы увидели, что даже аутсайдеры могут давать бой. То есть, как было? В скрим-матчах, если я правильно понял, которую информация у меня... Которой информацией я располагаю. В скрим-матчах команда Cloud9-ы-то даже проигрывала гамбитам. Поэтому они так и были счастливы, это гамбиты, что они попали на команду Cloud9. Сами же Cloud9 с другими командами скримились. И если верить их твиттерам, они побеждали очень много сильных коллективов, которые не в их группе точно были бы. Они побеждали там Flash Wolf, они побеждали команду Kingzone и так далее. То есть, вот такие коллективы они побеждали. И поэтому они про себя подумали... Не Kingzone, я ошибся, там Kingzone, всем бы Катаростерсов. И поэтому они подумали, так, подождите. Да, мы проигрываем валткарщикам, но при всем при этом мы побеждаем сильных. То есть, возможно, на этом чемпионате все команды равны. Возможно, просто такой дурацкий чемпионат мира, где все зависит будет от того, кто подготовится более серьезно к каждому матчу. Best of 1 в группе и, соответственно, Best of 5 там. И вот он результат. А вот Team Liquid'ы, я не знаю, что у них произошло, но... Такое впечатление, что они не успели разогреться. Как-то групповая стадия шла-шла-шла и закончилась без учета команды Team Liquid'ы. Ну, тут финальный ол-ин идет от команды ОРТ. Но они ничего сделать сейчас уже не могут. То есть, как бы, они по золоту отстают. Они потеряли уже Грагас, который сделал инициацию. Дженсен, флэш, Мязмо! Какой Дженсен красавчик на КСиопее. Просто ты смотришь и приятно наблюдать на шикарную КСиопее. И тут же X-Mitty прыгает, зарабатывает два убийства для своей команды. Эволюционирует себе. Крылышки, насколько я заметил. И готов с этих крылышек сейчас прыгать Докло. Будет ли он прыгать Докло, да. Подкидывание убийства, но без прыжка. Просто делает, так сказать, убийство. Или не делает, делает все же убийство. Вместе со своей командой КСиопее достается этот килл. И все. Так все верно же. Кто берет Грагаса, тот и проигрывает. А так равный чемпионат был. Ну да. Грагас в том чемпионате, я даже не знаю, 22% что-то такое было. Стасич переподписан 6 месяцев. Привет, Стасич. И там Собский сегодня тоже переподписывался. Я видел это. Надо ему тоже сказать большое спасибо вам обоим за подписку на канал. Это сабскрайбы на Твиче. Вот где-то здесь. Ну, короче, ладно. Так вот, что мы, ребят, идем на перерыв. После этого перерыва будем смотреть на матч команды ГГС против ТСМ. По логике это должна быть довольно легкая победа для команды ТСМ. Для бородатого Бьерксона. Вчера, конечно, Golden Guardian одержали победу. Но над кем? Над оптиками. Вот над этим коллективом, который тут решил играть в 15 игроков в состав. Запутались, что они сами хотят от своей команды. И в итоге проиграли на этой неделе оба матча вторым составом. Ну, это было, как говорится, к гадалке не ходи. Это было понятно. Но у нас противостояние Датчан. Фроген против Бьерксона. Уже совсем скоро на этом канале. Давайте. Подписывайтесь, а я пока на перерыв. 10-15 минут и следующий матч.